Готов к труду и обороне. Этот лозунг в недавнем прошлом знали все жители союзных республик. Сегодня сдать нормативы ГТО можно в рамках зимний и летний спартакиад, который проводится во всех регионах страны. В субботу на площадке у Дворца спорта «Ермак» десятки смельчаков испытывали свои возможности в силовых видах спорта. В мероприятии организована спортивная организация «Областной рассвет» в целях популяризации здорового образа жизни и, конечно же, подготовка жителей, населения к сдаче нормативов ГТО. В мероприятии включено общая лига ГТО Иркутской области, есть зимняя лига ГТО Иркутской области, есть летняя. Как раз летний этап лиги ГТО проводится в трех городах – это Иркутск, Ангарск и Уссолье-Сибирске. Конечно, на территории Ангарского городского округа приятнее его проводить. Девять молодых людей и одна девушка пробовали оторвать от земли снаряд под названием «Русская рулетка». Сложность заключалась в том, что металлическая ручка оказалась подвижной, поэтому вес 53 килограмма смогла поднять лишь половину участников. Назард, мне хотелось просто поучаствовать и испытать свои силы. Ягодинский Денис. Как вы не видите свой результат? Справились с заданием? Будете еще приезжать? Ну, я ожидала большего. 63 килограмма подняли три спортсмена. Свой подход к необычному станку был у каждого участника. Победа досталась самому опытному тяжелоатлету. Я сам занимаюсь тренажерных залах и вижу, насколько они полны даже летом. Вокс, борьба, все заполнено. Четыре подхода приглашаются заедем в парфюс. Люди начали понимать, что в спорте есть своя ценность для здоровья и для будущего. Ну, а после все желающие перешли к подтягиваниям на турнике и отжиманиям. Каждый час участников становилось все больше и больше. И если на старте основную массу составляли молодые люди старше 25, то к финалу их ряды пополнили 16-летние юноши. Ну, я просто пошел в магазин и решил попробовать свои силы померить. Я занимаюсь плаванием уже 10 лет, имею первый трусный разряд. Летняя лига ГТО продолжится мастер-классами. Ближайшие из них пройдут уже 10 и 27 августа на стадионе Ангара. Тренировки по легкой и тяжелоатлетике, а также общей физической подготовке проведут известные ангарские спортсмены. Елена Мельвет, Наталья Зарубина, Владимир Сильванов. Местное время.